Я очень рада, что Михаил Ходорковский на свободе. Он в этом даже не обсуждается. Но я хочу, чтобы мы с вами это подчеркнули ещё раз. И в условиях деморализации, в условиях, собственно, лакейской атмосферы в наших элитах и в нашем собственном сообществе, этот человек, несомненно, с его достоинством и мужеством является эталоном поведения. Вот это самое важное. Что же касается роли Запада во всей этой истории, я думаю, что мы можем строить предположения. И я не уверена, что когда-либо в ближайшее время мы с вами будем иметь информацию для того, чтобы сделать совершенно очевидный, точный анализ того, что произошло. Но как мне представляется из той картинки западного поведения и того, что в последнее время происходит в Берлине, и того, как на Запад смотрит Владимир Путин, я думаю, что роль Запада в освобождении Ходорковского, прежде всего, роль Германии, не была решающей. Скажем так, роль Германии, а именно конкретных лиц, которые участвовали в спецоперации, в вывозе Ходорковского в Берлин, роль Германии, скорее всего, была технической, вспомогательной. Немецкая сторона помогла для Путина решить проблему Ходорковского так, как хотел ее решить Путин. И самое главное здесь, будем избегать всяких понятий типа милосердия и так далее и прочее, то, что произошло с Михаилом Борисовичем Ходорковским, та же амнистия, которая была осуществлена в отношении, скажем, других политических заключенных, прежде всего Пусси Райт, это просто тактические жесты Владимира Путина в целях осуществления вполне прагматических его задач выживания. Вот он сейчас экспериментирует с собственным механизмом выживания на ближайшее будущее, на текущую ситуацию. И вот освобождение Ходорковского вполне укладывалось в механизм выживания в понимании Путина. И освобождение Ходорковского произведено таким способом. Означало выталкивание Ходорковского за пределы России, и это нужно иметь в виду, а выталкивание Ходорковского, именно такой личности за пределы России, по сути дела, очень сужает возможности его влияния на страну и даже возможности стать значимой общественной фигурой. Дальше, я думаю, все, что делает Владимир Путин, включая освобождение Ходорковского, нацелено, возможно, на определенную коррекцию имиджа в связи с Олимпийскими играми, но в большей степени даже с восьмеркой, которую Путин собирается проводить в Сочи в следующем году. Но это не по поводу коррекции имиджа, потому что, по большому счету, задайте себе вопрос, и давайте зададим себе вопрос. Ходорковский был освобожден уже тогда, когда было ясно, что ни один серьезный политический лидер, ну, за исключением, возможно, Меркель под вопросом, но ни один серьезный политический лидер в Сочи не приедет. Имидж по поводу сочинских игр и по поводу самого Путина был ясен, и за это время, за короткое время, исправить его невозможно. Запад перестал давить на Россию по поводу Ходорковского и всех других политических заключенных, тем более Германия. Меркель находилась в этот период в очень мучительном, тяжелом процессе формирования собственного правительства. Не думаю, что у нее хватало времени на Ходорковского, у нее не хватало времени на Украину. Следовательно, нельзя включать фактор давления, влияния Запада, к которому очень скептически Путин относится. Более того, вспомните, 12 лет правления Путина он доказывал нам, с вами и Западу, что он не делает решения, по поводу которых на него давят. И он терпеть не может давление Запада. Поэтому включать влияние давления Запада, как, скажем, важнейший фактор в истории Ходорковского, было бы наивностью, ошибкой, заблуждением. Но тогда мы должны радоваться еще одному обстоятельству, если говорить о том, чему все-таки радоваться, что Путин, как вы сказали, условием своего выживания, все-таки в своем понимании, в его понимании, все-таки видит либерализацию. Я не думаю, что освобождение Ходорковского является, это факт, факт вот этой кремлевской, скажем так, игре в покер. Один факт, который не означает и никогда не будет означать тенденции либерализации. Потому что почти одновременно с освобождением Ходорковского у нас продолжаются политические процессы. Даниил Константинов, националист, политический заключенный, его все же содержат в тюрьме, и его не освободили. По тяжелейшему, он, по-дамнисти, никак не попадает с таким обвинением. Так сказать, узенький болотный, значительная часть узеньков болотный содержится в тюрьме. В тюрьму садят дополнительно людей. Вот человек покрасил, очевидно, забор ткачев, он в тюрьме. Садят других, так сказать, садят, так сказать, членов другой России. Они в тюрьме, и по поводу их освобождения не было речи. То есть репрессивный каток законодательства продолжает работать. Это блокирование сайтов по глупым поводам. Так сказать, угроза призывов встретиться около памятника Ленину, если встречаются три человека, это уже повод для закрытия сайта. Более того, силовики получили право разбираться с налоговыми поступлениями, получили доступ к криватизации. Масса других законодательных актов, которые говорят о том, что у нас политика является бобслеем. Путин и Кремль, они в принципе уже в этих санях, и они несутся, они не могут выпрыгнуть. Выпрыгнуть они, во-первых, физически не могут, они уже заложники этой логики. И любая либерализация в ситуации, когда экономическая атмосфера становится тяжелой, когда экономика переживает стагнацию и кризис, она была бы опасна для власти. Это самоубийственно. Неужели Путин похож на самоубийцу? Поэтому да, Ходорковский один из элементов в игре Путина. Слава Богу, что Ходорковский свободен. Но не будем делать из освобождения Ходорковского либо Пусси Райт тенденцию, которая будет лишь оправдывать попытки тех, кто хочет остаться при власти, остаться при ней.